Тема нашего разговора является недавнее заявление общественного деятеля Российской Федерации Севастьянова. Это уже превращается в какую-то грязную тенденцию со стороны России по отношению к своему почти единственному союзнику, который остался у него. Сегодня весь земной шар отвернулся от действий России, которая выступает сегодня агрессором по отношению к Украине, в отношении Крыма и Юго-Востока Украины. И точно такие же поползновения сейчас идут со стороны России по отношению к Казахстану. Оскорбления идут с плашным потоком, что казахи это чуть ли не стадо баранов, которое паслось на бескрайних степях. Поэтому в таком ключе разговор с Казахстаном невозможен. В Евразийском союзе нахождение Казахстана с такой страной, которая не уважает своего соседа, не уважает своего союзника, шовинистичен, высокомерен. А попросту уже идут выходки скинхетские, фашистские по отношению уже к государству в целом. Вот возьмем тот же самый Кавказ. Нагайцы-кумыки до сих пор не имеют своей автономии. Посмотрите, какое построение идет Карачаево-Черкесии или Кабардино-Палкарии. Тюрки-карачаевцы и балкарцы, получается, они разорваны между собой и не объединились в единую федерацию, в федеративную республику-автономию. Возьмите историю между Ингушетией и Северной Осетией, когда пригородный район искусственно забирается от одной республики в другую и создается на века громадная мина замедленного действия под межнациональные отношения. Мы можем вспомнить историю, когда в голоде Голдамора 1933 года практически половина казахов была уничтожена. А если брать по регионам, то по Северному Казахстану. По Северному Казахстану количество казахов, которые погибших, составляло уже две трети. То есть, получается, основной Голдамор коснулся Северному Казахстану. И именно на этой территории потом происходила так называемая целинная эпопея с массовым переселением народа из центральных районов России и других уголков славянской части Советского Союза. В данном ключе речь должна вестись не о союзе с Россией, который сегодня громогласно и безнаказанно глаголит и Лимоновый, и Жириновский, и Севастьяновый. А нужно вести речь о том, чтобы мы заняли позицию вооруженного нейтралитета, как это занимает Швейцария в Европе, как это занимает Туркмения по отношению к Ирану, к России, к Азербайджану. И на этих позициях мы должны занимать вооруженный нейтралитет как по отношению к России, так и по отношению к Китаю. И в отношении Северного Казахстана здесь должны быть переброшены и созданы все 10 боеспособных дивизий мирного времени, должна создаться крепкая оборона на северных границах. И мы должны будем продолжать дружить с Китаем и с Россией, но настороженно, с оружием в руках. Не надо входить в состав России и в состав Евразийского союза, что будет подразумевать передачу Москве ряда рычагов управления. Как бы мы ни говорили, в составе Евразийского союза при равенстве голосов, как бы оно ни заявлялось, в любом случае по многим параметрам Казахстан будет оставаться жалким в меньшинстве Белоруссии и России. Это славянские республики, две трети голосов будут все время на их стороне. Плюс имейте в виду, что Россия и Белоруссия на сегодняшний день это полугосударственная конфедерация, которая так и называется союз России и Белоруссии. Туда стремится сейчас в ближайшее время войти и Армения. Это три христианские республики. Казахстан будет априори в меньшинстве. Надо еще учитывать два момента. Мы туда входим неподготовленными, не имея собственной промышленности. Сегодня Назарбаев ее, эту промышленность разрушил. Поэтому неконкурентоспособная казахстанская промышленность, которая де-факто отсутствует, будет фактически создавать базу, когда вся товарная база России и Белоруссии будет вторгаться на рынки Казахстана, а в ответ со стороны Казахстана не будет ничего предложено на товарной рынке и Белоруссии, и Украины. Другой фактор – военно-промышленные. Все военные запчасти, оборудование, спецмасла для обслуживания военной техники – все получается из состава России. В такой угрожающий период мы должны создавать авторки в военном промышленном комплексе, создавать ситуацию, когда мы можем постоять за себя, иметь военную экономику в своей области, но в условиях Евразийского союза ни о какой речи о независимости, о создании каких-либо независимых отраслей от России не может быть и речи. Будет, наоборот, идти речь о создании того, чтобы в Казахстане или в России создавались те производства, которых нет на территории Евразийского союза в целом. Получается, мы подводим под крест те моменты, которые когда-либо могут позволить Казахстану создавать независимые предприятия отрасли от иностранного влияния. Другой фактор – мы имеем информационно-языковую зависимость от России. У нас и так 90% газет, журналов производятся и издаются на русском языке. В этой ситуации в Евразийском союзе мы еще ухудшаем ситуацию. Поэтому мы можем входить в состав любого союза, если бы мы были бы независимы и могли бы как-то от этого союза, от расширения рынка иметь какую-то пользу, вторгаясь на рынки Белоруссии, Армении, России со своими товарами. Сегодня этого мы и не имеем, поэтому во всех отношениях союз нам не выгоден. Надо не забывать заявление недавно председателя парламента Хакасии, который точно так же в таком же ракурсе заявил, что Россия имеет право претендовать. В этих условиях нам ни в коем случае вступать нельзя. Я приветствую, что Россия в лице вот таких своих политиков раскрыла свое истинное лицо. И ни о каком добросовестном, добрососедском сотрудничестве не может идти речи. Не стоит идти в брак из института благородных девиц с маньяком, с насильником.